Братья и сестры, я тоже всех приветствую. Мое желание вместе с вами начать изучать жизнь человека, который в Священном Писании предстает перед нами как великий первопроходец веры. Конечно, это Авраам, один из современных еврейских мыслителей, очень справедливо отметил, что когда читаешь историю жизни этого человека, в Священном Писании Авраама, он не творил чудес, он не командовал армиями, он не правил царством, у него даже не было учеников, не делал впечатляющих пророчеств. И вот все же, а не может быть никаких сомнений в том, что он является одним из самых влиятельных людей, которые когда-либо жили. Ведь дело в том, что сегодня, ну, может быть, около половины людей, живущих на земном шаре, может быть, в духовном или физическом смысле, считают его своим прародителем. А в Новом Завете Авраам занимает центральное место в развитии всего библейского учения, является, может быть, главной фигурой в таких посланиях, как послание к римлянам, галатам или послание к евреям. Читайте его историю, друзья. Человек отчасти тайна, отчасти загадка. А библейский рассказ о его жизни, он вызывает вот столько же вопросов, сколько и ответов. Интересно, что он жил сначала как городской житель в городе Ур, в Харане, а затем как кочевник-переселенец. И знаете, в каком-то смысле здесь есть вот своя духовная логика, потому что Бог призывает Авраама выйти из культуры Месопотамии, жить пилигримом, человеком вне дома, вне отечества, в чужих краях. И знаете, он призывает его к такой жизни, в которой он сможет усвоить главные уроки того, что значит доверять Богу. Но затем, а по прошествии, может быть, веков, Бог изберет из его потомков людей, а которые, усвоив эти уроки, вы знаете, вот они вернутся в города, они вернутся в светский город свидетельствовать о Боге. И поэтому в жизни этого человека существует движение выйти из мира, стать паломником и затем вернуться обратно в мир, только вернуться уже с посланием, которое мир должен услышать. Наш с вами Новый Завет начинается с родословия Иисуса Христа, и Священное Писание называет Господа сыном Давида и сыном Авраама. И мы с интересом, с интересом отмечаем. Ведь христианство – это не просто философия. Дело в том, что любой человек, у которого достаточно разума, может придумать философию, но человек не может придумать историю. А христианство прочно связано с историческими событиями, в частности, с историей Авраама и его потомков. И поэтому в том, что мы с вами читаем, изучаем, есть сильное историческое измерение. Но, конечно, друзья, есть нечто большее. Это не просто история о физическом происхождении потомков Авраама, израильского народа или других народов. Ведь быть одним из истинных потомков Авраама – это нечто большее, чем просто физическое происхождение от него. Если вы – Христовы, отмечая Священное Писание, то вы – семя Авраамова и побетованию наследники. Послушайте, друзья, побетованию наследники. Ну, как и я, скорее всего, вы, скорее всего, находите очень сложными вот те главы Библии, где находятся родословия. Ну, конечно, вот эти вот юридические формулировки, будто в Библии или как документы, они являются, ну, скучными до крайности. Вы знаете, друзья, за одним исключением. Если в завещании упомянуты мы. То есть если в завещании упомянуты вы, вот этот документ становится интересным для вас. Побетованию наследники. В Новом Завете, да, в Новом Завете, вот в связи с Авраамом вы заметите множество юридических формулировок, многие из которых носят в себе сугубо технический характер, потому что наследство, друзья, это очень сложная и важная тема для всех нас. И мы попытаемся этот вопрос исследовать. Что же значит быть наследником Авраама? Ну, потому что если я законный наследник человека, который оставил огромный след в истории, то, конечно, мне лучше узнать, что именно это значит. Ну, друзья, Авраам – это очень-очень большой персонаж, и я думаю, что все-таки жизнь этого человека необходимо исследовать вот в большом контексте, а именно в контексте вот того, как написана книга «Бытие». И вот позвольте несколько мыслей предложить о структуре этой книги. Дело в том, что вот в наши дни вот большинство книг, они очень удобно разделены автором на главы. Главы, которые расположены по определенной схеме, это может быть тематическая схема, историческая тема или как-то по-другому. А вот библейские книги, они не такие. И вот это вот очень-очень привычное для нас с вами деление на главы, стихи, оно было добавлено уже после написания книг. Однако вот у библейских авторов были свои способы разделения произведений. И вот один из способов, особенно вот книг Ветхого Завета, вот для автора было, вы знаете, использовать повторяющуюся фразу или какое-то особое выражение или утверждение, которое дает понять, что тема вступает в новую фазу или полностью меняется. Дело в том, что книга «Бытие», она содержит вот такую фразу. Всякий раз, когда вы читаете книгу «Бытие», и встречаются слова «вот родословие». Пожалуйста, знайте, друзья, что начинается новый раздел этой книги. То есть вот так вот автор этой книги захотел разделить ее. Она вот таким образом делится на две части, а эти части себя включают две половины, а эти половины включают в себя шесть частей, шесть разделов. Первая половина книги «Бытие» — это сотворение Вселенной, сотворение человека. Это, конечно, вот история начала греха, смерти, затем суд над миром, где Бог уничтожил мир водой. А вот вторая половина книги, она очень легко организована. И вот вы можете ее резюмировать следующим образом. «Я Бог Авраама», «Бог Исаака» и «Бог Иакова». То есть вторая половина книги «Бытие», она говорит об Аврааме и его сыновьях, затем говорит об Исааке и его сыновьях, и последняя часть, друзья, книги «Бытие» — это Иаков и его сыновья. А так что вот в этом смысле, в смысле выделения книги «Бытие», оно очень просто. Первый раздел этой книги учит нас о природе Бога. Он учит нас о статусе Вселенной, о статусе человеческих существ. И вот основной акцент делается на следующем. Акцент делается на том, что Бог говорит. Бог говорит, и Он организует, создает Вселенную посредством речевого акта. Затем, друзья, второй раздел снова начинается с человека. Однако уже не с сотворения человека, а с избрания человека. Да, в книге «Бытие» столько много внимания уделяется именно человеку. Сначала человек как физическое существо, у него есть эстетическое чувство, ему нужна пища, он любопытен, он работает. У него есть отношения с женой, с семьей. Но по мере чтения книги «Бытие» мы обнаруживаем, друзья, что все-таки высшая точка жизни. Это отношения человека с Богом, которые определяются именно Божьим Словом. И вот здесь, в книге «Бытие», в первой книге Библии, открывается ключевой вопрос отношений человека и Бога. Будем ли мы, люди, доверять Божьему Слову? Друзья, истории книги «Бытие» они сильны именно потому, что представляют человеческую жизнь во всей ее нравственной двусмысленности. Они представляют нам не просто то, что однажды произошло в определенное время, в определенном месте, но в очень-очень реальном смысле, друзья. книги «Бытие» проливают свет на то, что происходит всегда. А значит, проливают свет на сложность и нашей с вами собственной жизни. Таким образом, «Бытие» не просто показывает, друзья, нам то, что является первым по времени, но что является первым по важности, когда речь идет о понимании Бога, Вселенной, жизни, нравственности, отношений, греха, смерти, веры, спасения и суда. И вот эти вот первые главы Библии, книга «Бытие» открывают нам, каким был мир во всей его славе с человеком, как вершиной творения. Затем рассказывается о разрушении, вызванных непослушанием Божьему Слову, грех, отчуждение, изгнание из Эдема, жизненные испытания, растущее жестокое человеческое поведение, что приводит к приговору в виде потопа, когда только семья Ноя спасается, чтобы заселить планету. Друзья, это довольно мрачная картина. И Бог в книге «Бытие», во второй половине этой книги, начинает все сначала. Но на этот раз, призывая конкретного человека и призывая Авраама из потомков Ноя, чтобы сформировать новый, другой народ, который действительно будет жить по-божески, будет жить по-божьему. И, конечно, друзья, я снова повторю, что главный урок и самый большой урок заключается в том, что поскольку грех вошел в мир через недоверие человека к Богу, а через хватание за независимость от Бога, путь назад к Богу включает в себя обучение доверия Богу и Божьему Слову. Знаете, друзья, это безмерно обнадеживает. Ведь по мере изучения мы увидим некоторые из огромных сложностей пути человека назад к Богу. Но мы можем и ободриться тем, что если несовершенные мужчины и женщины, а семьи патриархов, в частности Авраам, могут научиться доверять Богу, значит, есть какая-то надежда и для остальных из нас. Знаете, вот самое большое давление на верующего человека или самая большая проблема верующего человека заключается в следующем – это подрыв нашего доверия к Богу и к Его Слову. Да, вы можете быть уверены в том, что враг сделает многое для того, чтобы поставить нам подножку в нравственном смысле, заставить нас согрешить. Друзья, но, пожалуйста, помните, враг сделает все возможное, чтобы подорвать наше доверие к Божьему Слову и к Его истине. Вот почему у нас с вами есть эти огромные пласты истории Авраама и Патриарха. Потому что ключевым вопросом для них посреди всех остальных вопросов, связанных с семьей и жизнью, был вопрос – буду ли я доверять Богу? Друзья, что остается вызовом для моего и вашего сердца? С чего же начинается история жизни Авраама? Давайте прочитаем. Книга Бытье, 10 глава, 1 стих. Вот родословие сынов Нойвых. Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Друзья, книга Бытье, 10 глава, дает нам очень интересные, наверное, важные сведения о Месопотамии. Это культура, из которой происходит Авраам. И вот эта вот именно глава, она часто называется таблицей народов, то есть это население земли потомками Ноя после потопа. Вот интересно, что у Ноя было три сына. Друзья, здесь написано, что это Сим, Хам и Иофет. Вот если прочитаете это родословие, вы заметите, что все-таки большая часть внимания, она посвящена только двум его сыновьям. А двум потомкам Ноя – это Хам, потомки Хама и потомки Сима. И вот из потомков Хама выделяется один человек – это Немрод. А из потомков Сима выделяется еще один человек – это Авраам. Поэтому это очень интересно вот этих двух человек поставить рядом, для того, чтобы вот как-то сравнить. Давайте прочитаем, что Библия говорит о Немроде. С 8 до 10 стиха этой же главы. «Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле». Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и холне в земле Синаар. Итак, Немрод – основатель Вавилона. А несколько раз повторяется вот это вот слово «сильный». Охотник, чья доблесть стала легендарной. Могучий охотник пред Господом. Ну, скорее всего, друзья, вероятно, эта фраза показывает его превосходство перед другими людьми. И Немрод – это пример двух вещей, которые на протяжении всей истории человечества имеют большое значение для лидеров, для других людей. Это личное мастерство и власть. Однако, позвольте отметить следующее. Вот эта вот фраза «перед Господом», которая встречается несколько раз, друзья, вы знаете, вот она мне кажется двусмысленна. То есть она заставляет задуматься. Что значит Немрод перед Господом? Мы думаем, рассуждаем и можем сделать вывод, что, скорее всего, Немрод что-то знал о Господе. Ну, ведь он правнук Ноя. То есть вполне возможно, он знал о том, как Бог поступил с Ноем. Но, с другой стороны, друзья, послушайте, пожалуйста, одно из значений имени Немрод. Оно значит «мы восстанем». И вот эта вот фраза «пред Господом» в действительности может нести в себе негативный оттенок. «Человек против Господа». Ведь именно этим и был особен город Вавилон, основателем которого был Немрод. Послушайте, следующее несколько стихов из этой главы. Это 5, 20 и 31. От сих имеются в виду дети Иофета. Населились острова народов в землях их. Послушайте внимательно. «Каждый по языку своему, по племенам своим, по народам своим». Следующий 20 стих. Это сыны Хамовы, по племенам их. И снова, друзья, посмотрите, по языкам их. А земля в землях их и в народах их. И 31 стих. Это сыновья Симовы, по племенам их. И снова по языкам их. А в землях их, по народам их. Интересно, что вот эти вот списки, вот потомков сыновей Ноя, каждый список заканчивается вот этим вот указанием на то, что в каждом из них было несколько языковых групп. А язык, друзья, это средство общения в форме слов. Однако, вот пока еще вы читаете 10 главу, ничего не говорится о распространении этих языков, как у людей появились разные языки. И поэтому можно считать, что вот следующая глава, 11 глава, которая говорит о смешении языков после Вавилона, друзья, она нарушает порядок. И в принципе порядок здесь не хронологический, а порядок логический. То есть следующая глава объяснит, почему появились разные языки. Почему потом кино начали разговаривать на разных языках. Так что логический порядок, друзья, имеет приоритет. И вот это вот помещение рассказа о Вавилоне, непосредственно перед родословием Авраама, вы знаете, наводит на мысль, что все-таки вот призвание Авраама лучше всего, вот рассматривать на фоне Вавилона, на фоне того, что произошло в городе Вавилон. Итак, история Авраама в книге Бытие начинается с повествования о строительстве Вавилонской башни, о смешении языков. И снова, друзья, давайте обратим внимание, интересная деталь, что все-таки язык и речь играют центральную роль. Вот и здесь, и вообще в книге Бытие. Давайте вспомним сотворение физической вселенной. Мир возник благодаря серии божественных речевых актов, каждый из которых не только передавал какую-то информацию, но, друзья, но все-таки обладал действительной силой создавать реальность. Однако, мы читаем с вами книгу Бытие, и мы видим, что Бог не только говорил во вселенную и сказал Бог, а Бог говорил и с человеком. И это дает нам с вами очень глубокое понимание того, что значит быть сотворенным по образу, по подобию Божьему. Мы, люди, можем слышать и понимать то, что говорит Бог, и можем реагировать на это. И именно вот эта вот чудесная способность к речевому общению, она лежит в основе нравственных отношений между нами и Богом. И первая половина книги Бытие начинается с божественного проекта строительства. Бог создает вселенную, произнося слова. Кульминацией цели этого творения стало создание человека по образу и подобию Божьему из праха земного и из глины, мы могли сказать. А, друзья, дело в том, что интересная деталь, что вторая половина книги Бытия тоже начинается со строительства. Только которое строительство, которое задумали уже люди. Это уже будет 11 глава книги Бытия, 3 стих. «И сказали люди друг другу, наделаем кирпичей, обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести». Обратите внимание, какая интересная параллель. Люди тоже что-то говорят. Люди говорят друг другу слова, делают кирпичи из земной глины, чтобы построить город. Город безжизненный, город Вавилон. Вселенная, которую сотворил Господь, она была живой. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Обратите внимание, друзья, на детали, которые объединяют вот эти вот два текста о сотворении Вселенной и строительстве Вавилона. И там и там есть человек. И там и там есть проект. Проект строительства. И там и там есть, друзья, земля и есть небеса. И поэтому вот, смотря на книгу «Бытие», на то, как устроена эта книга, мы с вами замечаем, что все-таки, быть может, есть два начала. Есть первое начало, первый стих, где написано, что «вначале сотворил Бог небо и землю». И есть 10 глава, 10 стих, где написано о Немроде, что царство его вначале составляли. Какая огромная разница в категориях между тем, как эти слова используются в двух началах. Подумайте, в частности, о словах Бога «сотворим человека», слова жителей Вавилона, мужчин и женщин, которые сказали «сделаем себе имя». Бог создал мир для обитания людей, которые могли бы наслаждаться общением с Богом. Мир, наполненный смыслом. Мир, который Бог наполнял смыслом. Бог называет свет днем, тьму ночью, сушу называет землей, а просторы – небом. А вот в Вавилоне не нужно было давать имя тому, что создал Бог. А скорее, друзья, вообще нужно было отказаться от Бога. Использовать новейшие технологии для строительства высокой башни в надежде на небе написать свое собственное имя. Тщетные поиски репутации и значимости. Одной из причин строительства Вавилона, по-видимому, был страх потерять чувство общности. Это 4 глава 11 стиха. И сказали они «Построим себе город и башню высотою до небес. Сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Люди почувствовали угрозу рассеяния. Однако, друзья, это совсем не угроза, если мы читаем книгу «Бытие», друзья, а скорее это повеление от Бога для человека. Ведь именно Бог повелел человеку распространяться по земле, наполнять землю. Между прочим, это именно то, к чему когда-то будут призваны потомки Авраама – идти по земле, наполнять эту землю благословением Евангелия. Вот чтобы отвести угрозу, как казалось этим людям, современники Немрода решили осуществить вот этот грандиозный проект, в котором они делают кирпичи и строят башню. Давайте подумаем, друзья. Сами по себе кирпичи из обожженной глины вот на то время они действительно были блестящей технологической инновацией. Дело в том, что до сих пор люди используют кирпичи для строительства зданий любых типов и по всему миру. Итак, Вавилонская башня построена из кирпичей для того, чтобы сделать себе имя. Создать себе имя, построив город и башню, чтобы избежать рассияния, было прямым вызовом Богу. Дело в том, что вот эти вот мотивы строительства Вавилона, они расходятся с последующим обещанием Бога Авраама. Когда Бог призовет Авраама, он пообещает ему следующее. «Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, прошу вас послушайте, Бог пообещал Аврааму, я возвеличу имя твое, и ты будешь в благословении». Люди думали о себе, стремясь к уникальной репутации в то время, друзья, как Бог думал о репутации, которую когда-то он даст Аврааму. И именно от имени Бога, а не от имени Вавилона, друзья, будут благословлены все народы земли. Что значит сделать себе имя? Сделать себе имя, значит, друзья, переделать смысл своей жизни и переделать его так, чтобы она заслуживала нового имя. Изменить смысл человеческого существа, значит, переделать содержание, характер человеческой жизни, другими словами, строительство Вавилонской башни имело ту же самую мотивацию, которая побудила людей восстать против Бога, подавшись искушению стать как Боги. Прошу вас обратить внимание на следующую деталь. На фоне Вавилона, именно на фоне строительства вот этой Вавилонской башни, города Вавилон и Вавилонской башни, нам дается второе родословие Сима. 11 глава, 10 стих. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Ксада через два года после потопа. На этот раз, друзья, интересно то, что вот это родословие содержит в себе только одну линию. Одну прямую линию, которая ведет к Аврааму. Авраам – это последующий герой, последующий глав в книге «Бытье». Вы знаете, вот когда читаешь, ну и пытаешься как-то представить себе автора, который пишет это, друзья, ну, пытаться понять этого автора, вот кажется, что вот все-таки вот такое подробное описание Вавилона, да, вот город Вавилон, вот строительство этой башни и так далее. То есть, хотелось бы предположить, или кажется, да, друзья, что все-таки Авраам должен был быть одним из жителей Вавилона. То есть, однако, мы читаем это не так, друзья, то есть, Авраам не жил в городе Вавилон. Однако, Авраам тоже был городским жителем. То есть, у нас есть два города, вот пока о которых говорит нам Священное Писание, о которых выделяют очень особенно, это город Вавилон. И вот еще появляется один город, это город Ур, вот где жил Авраам и его семья. Чем был особен город Вавилон? Город Вавилон был особен тем, что там люди захотели на небе написать свое имя. Чем был особен город Ур, друзья? Об этом мы с вами узнаем из другой книги, книга Иисуса Навина. Вы знаете, когда Иисус Навин вот обращался к народу, у него была такая длинная проповедь, заключительная проповедь этой книги, он напомнил, откуда пришел Авраам. Прошу вас послушать, это 24 глава, 2-3 стих. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и посмотрите, что они делали. Они служили иным богам». Ну, снова, друзья, обратите внимание, очень двусмысленная фраза, да, вот кто они? А включается ли в эту вот категорию «они» Авраам? То есть это очень трудно сказать. Но как бы то ни было, друзья, мы с вами понимаем, что все-таки Авраам вышел в городе, где процветало идолопоклонство. И так два города. Вавилон там строит башню до неба, а город Ур, где живет Авраам и его семья, это город, где поклоняются идолы. Вот, а Бог обратится к Аврааму и скажет, «Выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». На самом деле, друзья, это нечто вот совершенно фундаментальное, потому что мы начинаем думать, «Господи, отчего ты спас Авраам? Почему Авраам должен был уйти из этого города Ур? Что особенного было в этом городе?» И мы понимаем, друзья, Авраам вышел из фона идолопоклонства. И Бог пытается вытащить фолн идолопоклонства из этого человека. Друзья, то, как мы строим свою жизнь, то, как мы с вами ищем свой смысл, является совершенно центральным. Это глубокий вызов, не так ли? И понимаете, ведь в каком-то смысле получается, что у Бога есть негативное отношение к городу, который строят люди, будь то Вавилон или Ур. Я снова думаю, друзья, ну неужели Богу не нравятся города? Неужели Богу не нравится то, что происходит в городе? Разве в этом заключается послание Священного Писания? Разве это предостерегает нас с вами Библия? Остерегайтесь городов! Друзья, нет! Дело в том, что Бог заинтересован в городах. Только об этом мы с вами узнаем уже в Новом Завете. Из послания к евреям мы читаем анализ мотивов Авраама и вот автор этого послания апостол Павел, друзья, пишет в 11 главе «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обитованной, как на чужой. Жил Шатрах с Исааком, Яковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, города, которого художник и строитель Бог». Затем вот Павел переходит к другим патриархам и говорит «Бог не стыдится, не стыдится этих людей, вот называя себя их Богом». Почему? Потому что он приготовил им город. Вы знаете, если читать вот последнюю книгу о Библии, о книгу Откровения, оно очень странно, друзья, и очень интересно, ведь она тоже говорит о двух городах. Вы не поверите, друзья, она говорит о Вавилоне и Иерусалиме. Это, конечно, не случайно, потому что в каком-то смысле вот Библия, Священное Писание, это и есть история двух городов. История Вавилона, история Иерусалима. И дело не в том, друзья, послушайте, дело не в том, в каком городе вы живете. И дело не в том, что нужно выйти из города. Вопрос в другом, друзья, для какого города вы живете. К примеру, у нас есть Даниил, который жил в Вавилоне. Он жил в Вавилоне, друзья, однако мы читаем вот секрет жизни этого человека. Жил в Вавилоне, но жил для другого города. Он жил для города Иерусалима. Вы знаете, Бог не против городов. Я помню, вот в свое детство мы жили в городе, моя бабушка и ее семья, они жили, ну, там называлось совхоз, или деревня, быть может, для тех, кто не знает, что такое совхоз, деревня. И вот каждое лето на каникулы я ездил к бабушке своей, а мне очень-очень нравилось в деревне. Но вот когда я приезжал туда, люди там были очень добрые. Если вы знаете эти места, очень трудолюбивые, это вот там Южный Казахстан, друзья, там все народы жили в одном месте, и греки, и казахи, и немцы, и славяне, все жили вот в этом совхозе, все, знаете, очень-очень добрые, трудолюбивые люди. Вот когда я приезжал туда, друзья, знаете, как меня называли? Говорили, вот приехал городской. То есть называли городской человек. И часто смеялись надо мной, а один раз я помню, знаете, ну, в городе вечером смотрим телевизор, и там показывают людей, которые с косой идут, песню поют, и они там косой поле пашут, быстренько спахали это поле, пшеницу. Один раз меня позвал человек помочь ему, вот с этой косой. Ну, я думаю, сейчас я тоже песню запою. Друзья, вы знаете, вот не сравниться, вот мне, городскому жителю, с жителями деревни. Я за ним ничего бы не успел никогда. Я, простите, через 50 метров уже умер. А этот человек с этой косой, друзья, если кто-то думает, что это легко, вот поете, будете петь песню, и с косой будете косить, друзья, это очень сложно. Но я к тому, что, друзья, вот разница между городом и деревней. Неужели Бог против городов? Знаете, вот мы с вами живем, ведь тоже есть целая определенная группа людей, которые отказываются жизни в городах, да? Неужели Бог призывает нас с вами к такой жизни? Но я хочу сказать, друзья, что Бог не против городов. Мы с вами читаем в Существенном Писании, Бог не против использования человеком разума. Бог не против науки, Бог не против технологий. То, что я могу сегодня спокойно говорить, в микрофон, а выслышать все это благодаря городу. Машины, телефоны, у каждого из нас с вами есть то, без чего невозможно представить жизнь, друзья, создано благодаря городу. Бог не против разума, Бог не против города, Бог против идолопоклонства. Бог против идолопоклонства в городе, и это то, что Бог должен был сделать в жизни Авраама. Вы знаете, перевести его от одного мировоззрения к другому, от мировоззрения, которое обожествляло силы природы, и Бог хотел привести его к другому мировоззрению, чтобы он поклонялся истинному Богу. И, конечно, друзья, если мы читаем книгу «Бытье», идолопоклонство – это центр всего, что происходит в книге «Бытье». Вот даже вспомнив вот это вот искушение в Эдемском саду, которое окружает человека, ну, пытаясь удовлетворить три желания, там, аппетит к еде, желание эстетического удовольствия или интеллектуальное желание, желание знания. Для чего, друзья? А чтобы человек стал как Бог. Еще раз повторю, друзья, что вы заметите, что главная, первая атака на человечество была такой. Действительно ли сказал об этом Бог? Сказал ли так Бог? А для человека, друзья, вы знаете, что это значит? Это значит потерять компас. Для нас сегодня, я думаю, вот сегодня как-то вот в песнях было это отмечено, очень важно напоминать друг другу, друзья, причины, по которым Богу можно доверять. Нам очень важно в песнях, в словах напоминать друг другу о том, что в Боге мы с вами можем быть уверены, что молитву страждущего Господь услышит. И так главный вопрос заключается в следующем. Будем ли мы с вами доверять Богу в Его Слове или будем доверять себе и своим способностям? Потому что, знаете, что интересно, друзья, ведь смысл идолопоклонства заключается не в том, что вы что-то любите. Вот, знаете, когда мы думаем о идолопоклонстве, первое, что хочется сказать, это то, что человек любит, друзья. Но, скорее всего, это не так. В древнем мире люди не любили своих идолов. Люди идолов своих боялись, доверяли идолам, а не Богу. То, что является распорядителем моей жизни. И мы с вами совершаем ошибку, когда думаем об идолах с точки зрения, может быть, их внешнего вида, статуй, статуэток или икон. В этом смысле действительно она принадлежит к древним временам, которые уже давно прошли. Вместо этого, друзья, правильнее думать об идолах с точки зрения того, что они представляют. А идолы всегда символизируют власть. Власть – то, чему можно доверять. Таким был Бог Ра для египтян или таким был Бог Зевс для греков. На сегодня существует давление, друзья, которое заставляет доверять почти всему, кроме Бога. То есть верьте всему, только Богу не верьте. Это ощущается повсюду. Ну, конечно, не должно быть никаких крайностей. Общество функционирует, а нам всем неизбежно приходится доверять институтам и людям. Каждый день нам приходится доверять врачам, быть может, каким-то учреждениям. Однако это совсем не значит, что мы должны полностью на них полагаться. Есть много вещей – власть, слава, богатство, здоровье, образование, ну и так далее, которые в нашем обществе становятся заменителями Бога. И для нас, друзья, важно то, что первым людям было внушено, что Божьему Слову нельзя доверять. Людям было внушено, что Бог обманывает человека, что Бог пытается подавить человека, Бог не даст человеку полностью реализовать свой потенциал. То есть человека убедили игнорировать единственное ограничительное условие Богу. Удивительно, друзья, еще раз хочу отметить, что, ну, когда вот мы читаем, вот особенно поискование, вот слова о дереве познания, иногда кажется или как-то вот читается, что Бог против знания. Я прошу вас обратить внимание, что это не было просто дерево знания. Это было дерево познания добра и зла. Бог не против знаний. Бог не против науки. Напротив, мы сами видим, друзья, вот когда Бог поселил человека в Эдемском саду, Он сказал, исследуй этот сад. То есть это была научная деятельность. Когда Он давал имена, вот животным, друзья, это научная деятельность, давать название. То есть Бог не против науки и Бог не против никаких знаний, но Бог против определенного вида знаний, вот которое было запрещено. И вот в результате непослушания оказалось тем, что никто не хотел бы этим обладать. То есть никто не хотел бы обладать знанием добра и зла, но после того, через что проходит планета Земля и все человечество. Последнее, друзья, на что хочу обратить ваше внимание перед нашей молитвой, это уже Новый Завет. Очень интересные слова апостола Иоанна. Помните, как заканчивается его первое послание? Очень просто, очень коротко и очень ясно. Дети, храните себя от идолов. И он даже говорит Аминь. Дети, храните себя от идолов. Друзья, насколько это существенно для нас с вами? У нас статуэток нету нигде, но идолы есть. И вопрос в том, друзья, стоит ли нам сегодня доверять Богу? Стоит ли нам сегодня доверять Божьему Слову? Стоит ли нам с вами сегодня повиноваться тому, что говорит Бог в Писании? Именно это становится центральным вопросом жизни Авраама. И это одна из самых фундаментальных жизненных битв. Верить в Бога или верить в кого-то другого? А верить в кого-то другого, друзья, это идолопоклонство. И вызов для каждого из нас заключается в том, что мы собираемся с этим делать. Доверие к Богу, друзья, это ключ к пониманию жизни патриархов, особенно Авраама. И снова и снова наше внимание привлекается к вере. К вере Авраама и Сары в Бога. И даже к недостаткам этой веры. Ведь вера, друзья, это центральная тема всей Библии. И мы увидим, что вопреки широко распространенному мнению, веру следует все-таки понимать как доверие, которое основано на фактах, а не как просто легкомысленное легковерие. Это доверие, друзья, которое сам Бог иногда будет проверять испытаниями. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Аминь.